Теперь, ребята, возвращаемся к конкретному человеку, к человеку Мурату. Итак, первое, что сделал Мурат, правильно поступил, согласно моему совету, составил план. То есть, я изучу типы данных. Ребят, но в чём же смысл сейчас всех этих уроков? Именно в том, что я хочу вам показать немножко иное. Человек приходит, он, допустим, вообще полный ноль. И вот он пошёл, пошёл. Так, не то я открыл. Пошёл работать в школе, изучать курсы. Изучает, изучает, изучает. Трое суток видео, много. Смотрите, здесь очень важный нюанс есть. Очень важный нюанс. Нюанс заключается в следующем. Если взять по-простому координаты, время и уровень развития, Мурат мог бы заниматься вот так. Помните, я говорил в первом уроке, что можно вообще заниматься, и вообще потом скучно станет уйти в минус и бросить язык. Можно заниматься ровно и никуда не расти. Грубо говоря, код понимаю, писать не могу. А времени потрачено много. Я же Мурату предложил немножко по-другому сейчас. Заниматься, вот сразу выйти вот на этот уровень и отсюда расти. С первых шагов. Возможно ли это? Абсолютно возможно. И давайте теперь посмотрим на вообще самого Мурата. На его работу, да? Сейчас только. Секунду. Для начала, когда пришел Мурат, он начал с плана, да? И начал потихонечку работать. Теперь. Когда Мурат составил свой первый план и начал изучать строки, первое задание было комом. Оно было видно, что взято более книжным языком с малым пониманием. Но, тем не менее, моя задача была направить. Мы направили. Первичный был его отчет, но он был, как я всегда говорю, сам по себе мертвый. Вот. Потом, потом. Потом я посмотрел, как Мурат работает с определенными проблемами. Да, ребята школу стараются помогать. Я никогда не даю ответы, я только направляю. Что было и здесь сделано. Мурат написал, да, Игорь предлагал лисистам свою помощь. Написал, в общем, грубо говоря, задание было решено. Я понимаю, что новички могут не понимать, о чем речь. Сейчас важно понимать, что в чем вообще смысл школы, да? Я просто показываю. Тот, кто работает в группе, у того совершенно по-другому восприятие. Итак. Потом Мурата понесло куда-то в сторону. То есть, по сути дела, то, что зачастую хотят люди сделать, он решил в файл.чсм, там, внести ошибки. Но, грубо говоря, ведь человек будет с разными, я это понимаю. Поэтому быстро он эту идею оставил и начал работать дальше уже со строками правильно. Когда я увидел, что у него потихонечку получается, то есть, он, по крайней мере, по минимуму понял, что такое строки в Python, и продолжил работать. Изначально у него был план 1. По сути дела, план заключался в том, как это рекомендуется по классическому методу. Начало Python лучше всего начинать с изучения классических типов, ну, встроенных типов объектов. Строка, список, кортеж, то есть, куда будут размещаться данные. Если смотреть на графики, этот метод подходит вообще для людей, но которые вообще никогда не сталкивались с компьютером, и им очень тяжело. Он нормальный, просто результат будет чуть позже, потому что, по сути дела, их основная задача какая? Дойти до функции, и потом уже начинается, в принципе, нормальная работа, настоящая. У этого курса есть очень важная вещь. Его же задача не научить, а чтобы дать человеку возможность понимать книги и доки. Это важно. Это очень важно. Но здесь, исходя из того, как Мурат работает над материалом, то есть, я вижу, что он решает уже на своем уровне эти вопросы, определенные, которые возникают. Он реально работает с методами. И самое главное, что он сделал, он начал работать с привычками. Это то, о чем я говорил, вот сейчас с привычками посмотрим, это все есть вот в этих вот статьях. Одна из статей там о привычках, которые, в принципе, и как грибные винты выносят человека. Это работа с командной строкой, это работа с жупитер, потому что вы, скорее всего, не заметили, я уже видел, что он начал сбрасывать файлы в формате iBuyNB, то есть жупитер. И до этого он очень хорошо проработал, описал, как он будет применять эти привычки для себя, да, определенные, которые будут основой его. Мы вернемся к ним. То есть обучение идет нормально. Стоит ли в данном случае опираться на чистую классику? Мы перешли на метод, который, в принципе, работает с Колей Котлин, отталкиваться от функций. Смотрите в следующем видео, что будет происходить в этом методе. То есть, по сути дела, если Мурат начинал сейчас вот отсюда и мог двигаться разными, то я говорю, Мурат, нет, давай уже сразу поднимемся на несколько ступеней и начнем отсюда. То есть скорость движения у нас увеличивается. Но сейчас посмотрим, за счет чего в следующем видео, а потом объясним, почему это возможно.